Все заработало. Отлично. Марат Амирович, во-первых, рада вас видеть. Очень рад, что вы выбираете время для того, чтобы прийти на нашу передачу. От всех инвесторов хочу вам сказать, мы вас реально любим, мы ценим, мы понимаем всю философию фонда, мы хотим только вперед, готовы вкладывать свои усилия, готовы вас услышать и делать те действия, которые нужны на сегодняшний день. Я получаю достаточно колоссальное количество комментариев, личные сообщения и, поверьте, большинство инвесторов все-таки хотят услышать конкретику и понимание. То есть все реально очень любят, но за три месяца просто произошло недопонимание и не знают, как действовать в сложившейся ситуации. И от вас сегодня хотят без философии, прям конкретику, прям вот как сегодня, у нас очень круто, у нас сегодня прошел обмассадорский зум. Вот прям по деловому, по бизнесовому жестко. Давайте на этой же ноте прям проведем сегодняшний криптомир. Вопрос, ответ, прям вот таким образом. Готовы? Да, готов, Светлана, большое спасибо за теплые слова. Да, я чувствую поддержку аудитории. И вот сегодня у нас был такой очень интенсивный день. Практически со многими руководителями проекта мы там проставили какие-то точки над «и». Ой, у меня что-то экран затемняется. В общем, готов ответить на все вопросы, задавайте. Отлично. Все, тогда погнали. Марат Амирович, все знают, что у нас достаточно серьезная кризисная ситуация. Есть ли на сегодняшний день уже план А, план Б, план С или на сегодняшний день вы пока озвучить не можете? Антикризисная программа в разработке есть совет, антикризисный совет, который представил уже вариант. Ряда мер, которые мы будем внедрять. Я думаю, что окончательную ее версию мы озвучим в субботу на отчетном вебинаре. Ну, те меры, которые будут предприняты для выхода из сложившейся ситуации. Есть, как и нерешенные, так скажем, внутренние вопросы, которые мы там успешно решаем. Ну, и думаю, что к субботе, может быть, ряд вопросов уже будут решены. Ну, и есть очень много внешних обстоятельств, которые на сегодняшний день очень сильно влияют на нашу деятельность и, ну, скажем, вносят свои коррективы. И в связи с этим, соответственно, мы приняли ряд стратегических каких-то мер для того, чтобы на ближайшую перспективу, для того, чтобы это все очень мягко пройти, ну, скажем, и для компаний в целом, и для инвесторов. Так, Марат Амирич, что с личным кабинетом и приложением? Когда все восстановится и что вообще произошло? Произошло, ну, во-первых, ну, я уже озвучивал в понедельник на дайджесте, на выходных был ряд хакерских атак, и несколько наших систем прям подверглось взломам. И, соответственно, в целях безопасности мы экстренно приняли решение там закрыть доступы в личный кабинет, ну, и воспользовавшись, так скажем, паузой, у нас уже, ну, идет финансовый аудит, он практически, ну, четвертую неделю длится, и я думаю, что он, вот, уже к субботе он полностью будет завершен, то есть уже там практически, скажем, ну, последние штрихи. И, соответственно, вот это отключение, оно дало нам качественную такую возможность, скажем, улучшить этот аудит. Если говорить конкретно по срокам, в пятницу будет уже частичное, ну, не частичное, а поэтапное включение личного доступа к личному кабинету. Ну, то есть ряд каких-то функций будут включаться чуть позднее, но доступ, так скажем, такой общий доступ, он уже будет доступен в пятницу. Ну, и ряд каких-то функций чуть позднее тоже будут добавлены, ну, и, соответственно, будут функционировать в полном объеме. На сегодняшний день будет работать только личный кабинет, приложение пока так же останется недоступным? Приложение чуть позже, обновления загружены, там, вот, опять же, вот, в связи с санкциями, в связи с работой Play Market и App Store, у нас тоже, скажем, усложнились взаимоотношения с данными ресурсами, и на сегодняшний день с технической точки зрения все обновления загружены, и, ну, требуется ряд, вот, бюрократических, так скажем, решить, пройти ряд бюрократических вопросов, и, скорее всего, ну, Амир Волит, мобильное приложение заработает чуть позднее, на следующей неделе. То есть, если личный кабинет, доступ к личному кабинету мы уже в пятницу восстановим, и, ну, там, поэтапно будем вводить полный вот функционал, то мобильное приложение, скорее всего, на следующей неделе будет. И он уже будет работать, ну, полноценно, то есть, имеется в виду, все, весь функционал, который есть в личном кабинете, он уже будет присутствовать так же и в мобильной версии. То есть, все обновления в мобильную версию загружены, загружена сама мобильная версия на ресурсы App Store и Play Market. Сейчас мы проходим, ну, вот, ряд вот таких проверочных процедур, идет активная переписка с App Store и Play Market. И вот по предварительным срокам, скорее всего, это будет на следующей неделе. Для того, чтобы закрыть долгосрочные позиции, что для этого должно произойти? Курс биткоина или эфир должен достичь каких-то максимумов? И поможет ли это закрыть кассовый разрыв или часть кассового разрыва? Или что должно вообще произойти, чтобы появилась ликвидность и пропал кассовый разрыв? Да, если, ну, я уже несколько раз об этом говорил, ну, имеется в виду, честно признавался, да, вот ряд, скажем, спешных решений, которые мы принимали в ноябре, в декабре, в том числе, там, ручные выводы, там, в том числе, там, тот, ну, та паника, которая произошла, и приходилось принимать решения, ну, здесь и сейчас. Соответственно, ряд этих действий, ну, привело к тому, что мы, ну, допустили определенные ошибки, и сейчас, там, чтобы, скажем так, безболезненно выйти из тех позиций, которые у нас находятся в долгосрочном и среднесрочном портфеле, нам нужно дождаться определенной цены. Ну, вот на сегодня это ориентировочно, там, 52-54. То есть это курс биткоина, при котором мы, ну, скажем, 100% сможем восстановить потери. И, ну, по крайней мере, на сегодня рынок показывает какой-то определенный позитив, и надеюсь, что в краткосрочном перспективе мы достигнем этих уровней. То есть если уровень будет 52-54, то, в принципе, мы зарабатываем, ну, фонд зарабатывает колоссальное количество доходностей, и это перекрывает всю потерю ликвидности, да, на сегодняшний день? Мы восстановим те потери, которые, скажем, с ноября, с декабря у нас накопилось. То есть не скажу, что мы покажем каких-то колоссальных результатов, но, по крайней мере, минусов у нас не будет. То есть обязательства, которые есть на сегодняшний день перед инвесторами, они 100% будут закрыты. Так, продажа токенов АВТ и продажа доли АВТ внутри АМИР действительно ли помогут, или только продажи с внешнего кошелька могут, опять же, спасти ситуацию? Тут вопрос вот как раз заключается в том, что кроме наступления цены, есть еще ряд технических вопросов, которые условно должны совпасть, да, и на какое время это затянется, ну, тоже сложно 100% там предугадать. То есть это может затянуться на месяц, на два, на три. И, соответственно, скажем, когда есть, это называется эргодичность, да, то есть это когда, ну, вероятность одного события перемножается на вероятность другого события. Например, там, вероятность наступления цены, там, в 52, это, там, 65%, что это произойдет, там, в течение месяца, да, там, и, там, 50%, это что, там, 80%, что это произойдет в течение двух месяцев. И есть еще другие ряд событий, которые имеют такую же вероятность. И, соответственно, если одну вероятность перемножить на другую вероятность, то вероятность снижается, да, там, вот это называется эргодичность. И, соответственно, мы, предполагая, ну, худший вариант, как риск-менеджер, как управляющий портфелем, мы всегда должны исходить из худшего варианта развития событий. И, соответственно, есть, ну, потребность наших инвесторов, то есть, ну, многие инвесторы, ну, выстраивали какой-то свой финансовый план, да, исходя из тех регламентов, которые мы, ну, декларировали для своего инвестора, клиента. И, соответственно, клиенты, ну, торопятся, ну, и хотят воспользоваться, да, там, и так далее. И, соответственно, с нашей стороны есть ряд определенных мер в плане, там, продажи доли, в плане продажи токенов, это очень сильно, так скажем, поможет в текущей ситуации, по крайней мере, ну, вот те люди, которые, ну, очень торопятся. Или, ну, есть уже, сложилась такая ситуация, что есть просто клиенты, которые, ну, не верят в будущее AmerCapital, соответственно, нас они уже, так условно, похоронили, ну, и, соответственно, ведут себя очень достаточно агрессивно, ну, скажем, негативно. И это тоже очень сильно, ну, выбивает нас из колеи, имеется в виду, по полдня приходится приходить в себя после слов некоторых, ну, скажем, нетерпеливых инвесторов, ну, и это касается не только меня, но, там, можно сказать, большинства, там, команды, большинства, там, инвесторов, инвест-партнеров, амбассадоров, да, ну, соответственно, это все давление накапливается на всю команду, и мы хотим, там, ну, скажем, максимально удовлетворять потребности вот таких инвесторов, ну, которым реально, ну, нужны срочно средства для покрытия каких-то обязательств. Ну, и тех, кто просто, скажем, не верит в дальнейшие перспективы развития компании и хотят побыстрее выйти. И, вот, как один из мер, ну, скорейшего удовлетворения, то мы, я, например, вот, на самом деле, являясь, там, стопроцентным учредителем компании, да, там, не заинтересован продавать часть доли, потому что, там, через три года она будет стоить, ну, в сотни раз дороже, соответственно, я вынужден пойти на такую меру, что продать, там, часть доли компании, ну, и, соответственно, организовать токен сейл, для того, чтобы, ну, покрывать такие обязательства, которые, ну, по срокам непонятно, насколько это все может дотянуться. И, на самом деле, это очень сильно, скажем так, снизит вот этот эмоциональный накал вокруг нас. То есть, Марат Амирович, если на сегодняшний день раскупят все токены и доли, то, в принципе, можно уже открывать выводы, правильно я поняла? Либо, если будет биткоин 52-54, выводы также уже открылись бы на сегодняшний день. Да, верно. Я имею в виду, что это приблизит, очень сильно приблизит нас к открытию выводов. Все это, как бы, математика считается. Опять же, на сегодня, например, из 100% портфеля, ну, вот, скажем, около 30% портфеля, который находится на кошельке, то есть на выводе. И, соответственно, при любой какой-то новости ситуация может измениться как в меньшую, так и в большую сторону. То есть, соответственно, если это изменится в меньшую сторону, и мы там 100% продадим токен сейл, то нам даже не обязательно дожидаться цены. То есть, соответственно, мы полностью заявку можем удовлетворить за счет привлечения инвестиций за счет продажи доли и токен сейла. Или наоборот, например, там произойдет еще какое-то событие, да, там, внедрение санкций, отключение свифта. Хотя это наоборот, для нас, как для развития бизнеса, это больше положительные факторы. То есть, ну, люди могут отреагировать это на как отрицательный фактор. Любое применение, ну, там, со стороны, например, там, законодательных органов, там, с 1 марта, например, там, Владимир Путин, там, издал такой-то закон, да, там, по ограничениям, там, как, то есть, держать деньги на счетах заграничных компаний с 1 марта, там, запрещено, да, там, насколько, ну, вот, и я интерпретирую этот закон, да, там, соответственно, любое какое-то такое внешнее обстоятельство, оно может повлиять как и на увеличение. То есть, вот, например, у нас сейчас там 30%, это может увеличиться до 60%, и, соответственно, токен сейл, и, там, достижение цены, там, 52-54 может на 100% не обеспечить всей потребности, да, там, соответственно, мы держим руку на пульсе, и, соответственно, уже принимаем какие-то решения по факту, то есть, внедрение или снятие ограничений. В то же время, вот, ну, в кризисный момент, наверное, вот, это как в самолете, понимаете, сначала нужно позаботиться о себе, потом позаботиться о ребенке, да, там, когда маски вылетают. Вот, в кризисный момент здесь, наверное, самое, ну, такое правильное решение, ну, сохранить, как бы, деятельность компании в том плане, что потом, чтобы было у кого спросить. То есть, я даже, может быть, не побоюсь этого слова, там, просто внешнее давление и внутреннее давление поведения некоторых, там, инвесторов, инвест-партнеров, ну, нас толкает, ну, просто, условно говоря, там, в пропасть, да, там, и, соответственно, мы, там, предпринимаем все силы, меры для того, чтобы, скажем, жить дальше. То есть, я, ну, сам как человек и как компания в целом, я намерен, там, ну, жить, процветать, достигать всех наших, скажем, планов, которые, ну, мы для себя наметили и, соответственно, ну, принимаем, в первую очередь, все меры для того, чтобы сохранить, ну, там, целостность компании, там, работоспособность компании, чтобы потом можно было отвечать по обязательствам. То есть, ну, условно, если мы умрем, то потом спрашивать будет несколько. А если мы выживем и там надо будет просто несколько месяцев потерпеть и получить деньги, ну, то есть, вот, если прямо инвестору задать вопрос, то есть, тебе что лучше, или я вот там сейчас умру, да, там, под твоим каким-то давлением, и завтра не с кого будет что-то спрашивать, или все-таки ты мне дашь время, да, там, и я какое-то время, ну, может быть, позже, чем ты хочешь, но через какое-то время полностью погашу перед тобой обязательства. Ну, то есть, если призвать людей к какому-то такому, ну, скажем, холодному расчету, то, естественно, второй вариант как бы намного предпочтительней. И здесь даже вот то, что меры, которые мы принимаем, в первую очередь мы эти меры принимаем именно для инвестора. То есть, ну, и в желании как бы дальше развиваться, но и в то же время это намного выгоднее инвестору, чтобы мы жили, дальше развивались и процветали. Сто процентов инвестору выгодно, поэтому все и хотят конкретную все-таки дорожную карту. План А. Ребят, если план А не сработает, мы идем план Б, план Б вот такой-то. То есть, к примеру, чтобы вы дали там на отчетном амбидаре на том же план А, там, ребят, если раскупятся все токены и все остальное, то мы выходим из кризиса через месяц. Если мы, к примеру, выключаем партнерку, все начисления, в течение месяца все переводим на накопительные счета, мы выйдем из кризисной ситуации через два месяца. То есть, ну, как бы плюс-минус. Понятно, что самый плохой вариант и самый хороший вариант. Чтобы были плюс-минусы рассчитаны. Полный родмэп в цифрах. Вот мы уже его действительно готовим третью неделю. Полный родмэп в цифрах, как говорится, план А, план Б, мы готовим на отчетный вебинар. Но мы готовим там только план А. Ну, имеется в виду, что в плане мы учитываем какие-то, конечно, развития сценарий, но он нацелен только на, ну, скажем, на успешный успех, так сказать. То есть, у нас, как бы, другого настроя и другого пути, как бы, и нет. Да, там, мы хотим достичь тех результатов, которые мы планируем. Да, мы учитываем, ну, текущую ситуацию. Мы, скажем, предпринимаем максимально меры по, там, кратчайшему устранению каких-то неполадок, по кратчайшему выходу на определенные уровни развития и так далее, и так далее. Ну, вопрос просто, это произойдет там или через месяц, или там через шесть месяцев. Ну, настрой только на победу, на развитие, да, там, то есть, там, плана Б, там, можно сказать, не существует. Марат Амирович, просто смотрите, когда происходят антифризисные меры, прям перебью вас, все прописывается не в интересах инвесторов, не в интересах амбассадоров, а конкретно в интересах фонда. А нельзя просто взять вам самостоятельно из кошельков и перевести деньги в накопительный. Либо перевести каждому долю, либо каждому токены прикупить. То есть, прямо вот так вот взять и все самостоятельно сделать, и об этом объявить. Потому что вариантов других нет. Либо мы сидим и ничего не получаем, либо мы делаем вот так, вот так, и выходят в плюсе все. Я не исключаю какие-то меры в одностороннем порядке с нашей стороны, да, там, ну, в жесткой форме, ну, скажем, без выбора, да, так. Но в то же время хочется все-таки, чтобы какие-то варианты выбора были у инвестора, и мы их предложим. Даже, может быть, ну, в целях, чтобы человек подумал. То есть, ну, эти варианты натолкнут на много каких-то ответов. То есть, я понимаю, инвесторы, те, которые, скажем, не внутри событий, или не вовлечены, или, ну, вот, не хотят, вот, в силу каких-то эмоций, там, не хотят вообще слышать каких-то аргументов. Что, оказавшись при каком-то выборе, там, вариантов, там, первого, второго, третьего, анализируя варианты, они многие вопросы для себя уяснят, откроют. Даже, может быть, будет какой-то очевидно, ну, выгодный, единственный, там, скажем, вариант. Но чтобы он задумался и понял ситуацию текущую, которая происходит, мы хотим сделать несколько вариантов. С одной стороны, чтобы он имел право выбора, и с другой стороны, чтобы он, как бы, более детально и глубже, ну, понял ту текущую ситуацию. Потому что многие, любое наше действие, любое слово с нашей стороны всегда почему-то интерпретируется, ну, в худшую сторону для инвестора и, там, ну, не знаю, в худшую сторону в нас. То есть, что бы я ни сказал, почему-то всегда думают, что это какая-то, ну, не знаю, хитрость, гадость, специально направленная, чтобы испортить жизнь нашему клиенту. Ребята, уверяю вас, что все 100% действия, решения, они направлены именно на, ну, то, чтобы сохранить нашего инвестора, удовлетворить нашего инвестора. И, может быть, с опозданием, ну, вот, полгода, в год, дай бог, вот, все уляжется, утрясется, вы получите свои деньги, уляжутся эмоции. И, ну, скажем, оглядевшись там назад, вы поймете, насколько мы действительно были честны, открыты перед вами и насколько мы прилагали усилия для того, чтобы, ну, скажем, максимально пойти к вам навстречу. И, вот, я, например, думаю как раз вот этими категориями, то есть, например, обидевшийся инвестор, который уйдет от нас там завтра, через месяц, да, через два месяца, он, ну, оценит. И мы уже проходили это в своей истории, что такие инвесторы возвращаются и становятся гораздо лояльнее, чем, ну, были ранее. Ну, и, соответственно, более терпимее относятся, ну, уже к дальнейшим перипетиям. Мы живой, динамично развивающийся организм. И я вот в одном из эфиров обещал, что таких ошибок мы повторять не будем. И я это обещание сдержу. А я не могу вам гарантировать того, что не будет каких-то других ошибок и других каких-то сложностей в дальнейшем нашем развитии. И, соответственно, мы, общаясь на данный момент с вами, имея какой-то определенный опыт взаимоотношений, вы уже понимаете, какой характер у компании, какая команда и как она действует в какие-то кризисные моменты. И, соответственно, те люди, которые уже с нами проходили несколько кризисов, они, ну, более лояльны, более спокойны. Те люди, которые вот этот кризис с нами, так скажем, пройдут, то к следующим кризисам они тоже будут относиться более терпимее, более лояльны. И так далее, и так далее. Это, ну, жизнь, это... Ну, это понятно, что жизнь. Просто хочется сейчас максимально всем помочь, собраться всем коллективом, всем 85 тысяч инвесторов и сделать уже какой-то шаг и решение, которое поможет все-таки выйти. Так, теперь про дорожную карту. Вы правы, да, в плане того, что в кризисные моменты действительно правила бизнеса диктуют о том, что нужно первые действия делать именно в пользу, в интересах бизнеса. То есть, если останется жив бизнес, будет с чего и с кого спрашивать. То есть, если, соответственно, бизнес умрет, то спрашивать будет с неского. И вот исходя из этой логики, то есть действия, которые принимаются, вот антикризисные, ну, меры, это прежде всего в интересах бизнеса. Вот во вторую очередь, и я вот, ну, прям ко всем инвесторам обращаюсь именно в том, чтобы вы, ну, с пониманием к этому относились. И те антикризисные меры, которые в субботу будут озвучены, они будут, ну, вот из, ну, как, из такой логики составляться и, соответственно, вам озвучатся. Марат Амирович, на самом деле все готовы отнестись с пониманием. Вот прям все, даже самые там, кто заядлые, там, не знаю, хакеры, кто нас хейтят, все готовы отнестись с пониманием. Уже за нами даже глава, там, пирамидосников главных следит и тоже уже относится с пониманием. Тут просто должно быть понимание действий со стороны фонда. То есть, мы хотим, как инвестора, понимать, что хочет фонд, как он хочет выйти из этой кризисной ситуации. Плюс была уже представлена ранее дорожная карта. Мы про ту дорожную карту 500 тысяч, а полторы тысячи должны забыть сейчас? И сегодня у нас отправная точка новая? Нет, те заявки, да, я это уточнил, у IT-отдела те заявки, которые были сформированы в феврале, там, скажем, в начале марта. Кто подавал заявку, там, 1 марта, 2 марта. И она на сегодняшний день, например, те, которые создавали заявку, там, 20 февраля. И она по сегодняшний день не обработана. И при включении, там, личного кабинета, при включении выводов, дай бог, эти заявки обработаются. И, соответственно, например, заявка была сформирована 20 февраля, а обработалась она, к примеру, скажем, 5 марта. И следующую заявку вы сможете сформировать 20 марта. То есть ровно через 30 дней с момента формирования первичной заявки. То есть те заявки, которые вы уже сформировали, их отменять не нужно. Пусть они остаются. И, ну, скажем, есть большая вероятность, что их, там, обработают, там, в ближайшей перспективе. Соответственно, при формировании, там, повторной заявки, то есть ту дорожную карту, которую мы объявляли, что в феврале, там, 500 долларов, в марте, там, 1000 долларов, в апреле 2000 долларов, мы этой дорожной карты еще придерживаемся. И, дай бог, будем придерживаться. И, соответственно... Владимир Ильич, мы уже ее не придерживаемся, потому что, в принципе, марта, февраль закончится. Уже в марте можно выставить по 1000. Можно ли удалить предыдущие заявки по 500 для того, чтобы все-таки выставить по 1000 уже? Вот, Светлана, я еще раз объясняю. Например, вы сформировали заявку по 500 долларов 25 февраля. Да, она может осуществиться 5 марта. Вы сформировали, и она обработается, например, 5 марта. И 5 марта вы получите 500 долларов, которые сформировали за заявку 25 февраля. Вот следующую заявку в марте вы можете сформировать 25 марта. Это 20 дней пройдет. Да, 30 дней с момента формирования заявки. Не с момента... А, формирования, все понятно. ...обработки заявки, а с момента формирования заявки. То есть, заявку вы сформировали намного ранее, а обработали ее сейчас. То есть, может даже так получиться, что ваши две заявки сформируют... Ну, то есть, удовлетворят одновременно. То есть, система вам дала возможность сформировать заявку, например, 20 февраля. И до 20 марта у нас, например, не было выводов. Вот не было выводов. Но система даст вам возможность сформировать заявку 20 марта. То есть, уже на 1000 долларов. И 21 марта вам удовлетворят обе заявки. Понятно. Теперь все понятно. Я смог объяснить? Да, теперь все понятно. Не отменяем заявки, может обработаться сразу две. Но в итоге, как обработаются заявки и выход из кризисной ситуации, вы нам озвучите уже полностью в субботу. Правильно? Да, да, да. Антикризисные меры все будут в субботу озвучены. Так, тогда пойдем дальше по вопросам, Марат Амирович. Помимо только выводов и всего остального. Как будут работать трейдеры, если вдруг многие биржи заблокируют аккаунты? Такая вероятность возможна? На сегодняшний день ни одна из бирж не блокировала именно на основании конфликта, который происходит между Россией и Украиной, ну или всем внешним миром и Россией. То есть на основании этого пока, слава богу, на сегодня ни одна из бирж, ну, по крайней мере, в нашу сторону никаких ограничений, санкций не было. Ну и думаю, что не будет. Ну, во-первых, мы резиденты Эстонии. То есть это нас тоже очень сильно спасает. Ну, то есть, и думаю, что даже если мы были бы резидентами России, то нас бы это не коснулось. Но если бы это коснулось, я думаю, что все равно биржи дали бы нам какое-то время, ну или какой-то вариант выхода. То есть это все равно не будет происходить в каких-то вот прям вот жестких, там, кровавых, там, условиях. То есть все равно они нам дадут какой-то срок, ну или просто скажут, все, мы отказываем вам в обслуживании, просто забирайте свои деньги, и мы дальше с вами не хотим работать. То есть это вот такого прям в одностороннем порядке, там прям жесткой блокировки. Ну, по крайней мере, в своей пятилетней практике я такого не встречал. Ну, кто проводит финансовые аудиты, как его увидеть результаты? Мы его объявим, мы даже заинтересованы, мы его сами инициировали. Ну, естественно, мы пригласили специалистов, которые в этом разбираются. Ну, имена, может, не могу озвучить, но, скажем, результаты аудита, мы обязательно объявим. То есть вот в субботу на отчетном вебинаре, как один из, скажем, отчетных показателей, мы как раз и на основании аудита будут как раз приняты многие антикризисные мерки. Как при отключении серверов Google в России, почты и всего остального будем работать? Будем возвращаться на SMS? Такой вопрос. Я просто не знаю, может быть, Google аутентификатор отключает? Я просто об этом не слышала. Аутентификатор, да. Ну, пока данной, скажем, проблемы нет, но думаю, что можно перейти. Есть, кроме Google аутентификатора, есть другие аутентификаторы. То есть, может быть, Google аутентификатор, он самый распространенный, да, там, ну, в калычках, потому что самый надежный. Ну, тоже такой вопрос, как бы. Он, ну, на самом деле, он самый популярный. Аутентификаторов есть достаточно большое количество, в том числе у компании Microsoft есть, ну, частные разработки. То есть, если что-то произойдет с Google, то мы, наверное, ну, там порекомендуем вам какие-то другие способы защиты аккаунтов. Планируете ли вы пересмотреть торговую стратегию после возникшей проблемы с ликвидностью? И если да, то каким образом? Сама торговая стратегия пересматриваться не будет. У нас пересмотрелась инвестиционная стратегия, и у нас пересмотрелась бизнес-модель. Мы переходим на другую систему управления, вот бизнес-модель и инвестиционная стратегия, она действительно, ну, скажем, дала сбой и показалась какие-то свои слабые стороны в этой кризисной ситуации. Торговая система или торговые стратегии не показали каких-то своих слабостей в этом, ну, может, даже наоборот. Мы поняли, что технически превосходим многих конкурентов. Конечно, мы постоянно совершенствуем свои торговые системы. Ну, вот в данной ситуации это больше касается именно инвестиционной стратегии и бизнес-модели. Именно с точки зрения, как и менеджмента, и с точки зрения продукты. Продукты мы тоже не будем пересматривать, то есть продукты тоже не показали какую-то свою слабость. Наоборот, мы даже, ну, несколько новых продуктов выведем, выводим на рынок. Ну, уже вот как, просто в силу текущей ситуации мы не сильно рекламируем там счет стабильный там в биткоинах и эфириуме. И мы там готовим там несколько акций, там промо, именно в раскрутку счетов стабильный по биткоину и эфириуму, ну, и также USDT. И по продуктам тоже сильных изменений, там, ну, кроме как добавлений новых продуктов, например, токены. И токены не только там, а в ТЭС, на выходе у нас токены SolarID, SolarChain, то есть это вот то, что ближайшие токены биржи, доли этих компаний, да, ну, тоже в токенизированной форме. То есть это, это совершенно, ну, скажем, новые и другие продукты, ну, по характеру и, ну, по многим другим параметрам, нежели там продукт счет накопительный, продукт счет стабильный. И, соответственно, с выходом на рынок, ну, проектов там, Летит, к примеру, Листа, мы тоже будем добавлять какие-то определенные продукты и инвестиционные продукты. И с выходом на рынок Амирэксченджа, ну, надеюсь, там, в апреле мы запустим, ну, и там полноценный какой-то функционал мы уже будем иметь к лету, то внутри Амирэксченджа у нас еще появится, ну, пару десятков хороших инвестиционных продуктов, которые, ну, будут, ну, как бы гордостью и правом выбора нашего инвестора, да, там, кроме счета стабильный и счет накопительный. Да, у нас сейчас, как бы, сформировался пул инвесторов, которые думают, что Амирэкэпитал это вот только счет стабильный, счет накопительный и только доверительное управление. На самом деле, ну, там, через год там счет накопительный, счет стабильный и как доверительное управление, наверное, оно в общем портфеле будет составлять, ну, небольшую часть, да, там, инвестиционного холдинга. Ну, на сегодняшний день, вот, что есть, то есть, ну... Ну, понятно. Марат Амирович, смотрите, если вдруг с ликвидностью не решим, ну, фонд не решит проблему, Амирэкшченч все равно запустится, ну, биржаэкшченч, или все-таки сместит, сместятся сроки? То, что мы, вот, меняем бизнес-модель, то, что я вот сейчас говорил, да, мы действительно разделяем сейчас, это все равно ассоциируется и воспринимается как единый большой механизм. И одна из причин, вот, изменения бизнес-модели, что действительно, скажем, проблемы в одном секторе, они все равно сказываются на каких-то других наших направлениях. И с изменением бизнес-модели мы как раз хотим вот эту зависимость прямо, скажем, убрать, вот, от слова совсем, да, то есть мы вот сто процентов хотим сделать самостоятельными каждый проект. То есть, ну, вот, на начальном этапе, может быть, там, первые два-три месяца какая-то со-зависимость будет присутствовать, но с развитием каждого проекта эта зависимость будет, ну, снижаться до нуля. То есть, ну, соответственно, сейчас, да, есть такая, ну, зависимость, что прежде мы запускаем Amir Wallet и после этого запускаем Amir Exchange. Но с развитием, ну, со временем, с дальнейшим развитием мы эту зависимость снизим до нуля, ну, уберем, да, то есть у Amir Exchange будет, ну, несколько вариантов, как бы, решения данного вопроса. То есть это и связано с запуском в ColorChain, ну, и с развитием самого Amir Exchange. Правильно я понимаю, что, в принципе, в дальнейшем каждый проект, он имеет самостоятельную структуру, самостоятельное финансирование и не зависит никак в целом от фонда Amir Capital и даже не обладая, ну, даже если ты не инвестор фонда Amir Capital, ты можешь, в принципе, покупать и инвестировать в другие направления. Да, совершенно верно. Конечно, какую-то лояльность мы будем, скажем, формировать, ну, через SolarID, делать какой-то упрощенный вход во все наши проекты, ну, и, соответственно, являясь, например, там, инвестором или клиентом одного из наших проектов, ты имеешь какие-то привилегии в другие проекты. Это, наверное, единственная будет, ну, скажем так, взаимосвязь. С точки зрения, вот, как я уже говорил, финансовой модели, бизнес-модели, это будут абсолютно независимые друг от друга проекты со своим менеджментом, да, там, и со своей правовой обвязкой и, не дай бог, с каким-то из проектов, если что-то, ну, произойдет плохое, то на других проектах это вообще никак не скажется. Марат Амирович. В этом понимании мы и выстраиваем наше дальнейшее развитие. Марат Амирович, давайте еще раз все-таки озвучим, с чем все-таки связана причина кассового разрыва. Вы ее заметили достаточно рано. Почему не среагировали? Ведь когда банк замечает, что у него не хватает ликвидности, он просто перестает клиентам выдавать какое-то определенное время деньги, ну, либо лимитированным выводом. Почему вы сразу не среагировали, вот если откатиться назад? Ликвидность хватало, скажем, до конца ноября месяца у нас ликвидности хватало, можно сказать, 100%, 0,0. Единственное, вот то, что ошибка в бизнес-модели, что когда мы принимаем деньги в управление, мы их распределяем, ну, там, 60% в долгосрочный портфель, 20% в среднесрочный и 20% в краткосрочный, когда мы принимаем деньги. Но когда мы их выдаем, мы их выдаем из доступных, то есть, ну, соответственно, из краткосрочного портфеля. И до сентября ситуация, скажем так, не была такой критичной, то есть, компания могла, ну, скажем, терпеть ту нагрузку, которая происходила. Основная нагрузка легла вот в октябре, в ноябре, и в ноябре, когда вот случилась, ну, случилась так, паника, да, там, то есть, случилось украинское событие, украинское событие повлияло на, ну, ситуацию внутри команды. Ситуация внутри команды повлекла за собой, там, панику, да, там, и, соответственно, допустили от ошибок, которые, ну, решения которых принимались, ну, скажем, в паническом состоянии. То есть, там, ряд сотрудников, ну, просто не вышло на работу, и, ну, там, внешнее давление было такое, что решение нужно было принимать вот здесь и сейчас. Соответственно, эти решения оказались, ну, неправильными, да, то есть, был расчет на определенное везение, ну, и как по закону Бутерброда, везение не произошло, произошло все самое плохое, все, что нужно было произойти тогда, и, соответственно, это еще, ну, одним, как говорится, беда не приходит одна, и это все одной большой кучей пришло в один момент, да, там. И вот тогда у нас и, ну, начала возникать проблема кассового разрыва. И, соответственно, когда мы начали вручную, вот, если помните, начало декабря, то мы там всем амбассадорам говорили, да, 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 мы все помним. цитируйте заявки, и мы их вручную начнем обрабатывать. Мы начали обрабатывать их вручную, это было еще одним ошибочным решением. Почему? Потому что многие биржи интерпретировали это как подозрительную активность, и начали блокировать нам биржи, создавая еще больше дополнительных проблем. То есть у нас на сегодняшний день помимо кассового разрыва еще есть блокировка счетов, или вы уже с этим разобрались? Ну, потихоньку мы с этим разбираемся. Есть какие-то, скажем, оперативного плана блокировки, ну, то есть каждый квартал, каждый полгода, каждый год, ну, и мы в том числе, и Амир Волит в том числе, по идее, должны проводить переверификацию своих клиентов раз в год. И так как мы, как крупная компания, достаточно с крупными суммами торгуем на биржах, есть такое понятие, ну, и, соответственно, мы выводим прибыль, выводим прибыль в крупных размерах, есть такое понятие, как АМЛ, да, там, АМЛ проверки. Соответственно, они переживают, что мы финансируем, там, перевороты, там, в Казахстане, в России, там, в Украине, ну, то есть финансирование терроризма, отмывание денег и так далее. То есть, ну, тем более, мы, как бы, там, выходцы из стран СНГ, основная масса клиентов из стран СНГ, и, соответственно, мы всегда, ну, скажем, в такой высокой зоне риска, и нас чаще всего проверяют. Чаще всего проверяют, и, соответственно, ну, опять же, по закону бутерброда, ну, вот, есть действия, там, Центробанка, есть Черный Список, есть какие-то локальные мировые обострения, опять же, там, ситуация на крипторинге в целом, ну, и это привело к тому, что некоторые, были кражи, ну, большие кражи на биржах, ну, вот, вышли, там, на Битфайнексе, на других биржах, соответственно, это тоже, ну, в какой-то момент там все обострилось, и эти проверки просто участились и ужесточились требования, и это тоже, соответственно, ну, повлияло на нас, ну, как дополнительной нагрузкой, ну, и в тот момент, когда, там, ну, скажем, увольняется весь IT-отдел, там, ключевые сотрудники из, там, административного департамента, и вся эта нагрузка легла, ну, условно говоря, на меня одного, да, там, да, ребята, конечно, там, помогали всеми силами, но есть понятие, как бы, доверия и степени допуска, то есть, мне было легче сделать это самому, быстрее и легче, чем это, ну, объяснять кому-то, ну, это было и дольше, и, ну, и с точки зрения, там, безопасности, были определенные риски, ну, и, соответственно, вот это все одним скопом навалилось в один момент, вот как раз это был декабрь, весь декабрь, то есть, мы еще проводили амирский форум, то есть, нужно было быть на сцене, ну, и так далее, и так далее, то есть, ну, вот сейчас-то уже в силу, как бы, прошло, ну, время прошло, оглядываясь назад, ты понимаешь, что некоторых ошибок можно было избежать, но на тот момент какие-то решения, ну, казались правильными, логичными, где-то проявилось, мягкость, гибкость, ну, то есть, хотелось каждого клиента, ну, скажем, удовлетворить, пойти навстречу, каждому амбассадору помочь, ну, все были немножко в панике, хотелось всех успокоить, ну, и, соответственно, там, я там, ну, до часу ночи, там, какие-то оперативные задачи, там, с часу до четырех, там, обработка заявок, с четырех до шести, ну, там, поспал, с шести утра, там, опять обработка заявок, и в таком режиме, когда ты живешь три недели, ну, естественно, там, на каком, на третьей неделе начинаешь просто допускать какие-то механические ошибки, ну, просто из недосыпания, я, ну, никого не оправдываю себя, но, ну, вот, я говорю, я оглядываясь назад, с одной стороны, вот, не было, вот, ну, какого-то злонамеренного, там, ну, не знаю, действия, чтобы вот прям, и случилась бы эта ситуация второй раз, я бы, наверное, действовал бы точно так же, ну, вот. Марат Амирович, а почему вы, почему вы не подумали в тот момент, чтобы как раз-таки, когда уже произошел кассовый разрыв, и вы его увидели, что не стоит начислять доходность, а просто перекрыть это все доходностью, то есть, это же решило бы гораздо быстрее ситуацию. Во-первых, ну, мы следим, мы на рынке, мы следим, мы торгуем, и всегда есть вероятность того, что там цена быстро отрастет, что там вот это вот здесь вот так произойдет, надеялся, что там не так сильно паника будет, там, ну, например, там, на нас подали там заявление в милицию, да, там, завели уголовное дело, то есть, и сделали это достаточно, ну, такие люди из близкого окружения, ну, от которых ты, ну, не ожидал, да, то есть, соответственно, то есть, если бы вот не произошло вот это, если бы не произошло вот это, да, то мы бы... Понятно, сейчас уже целый ком накопился, просто целый, целый ком. Мы бы до Нового года выкрутились бы, ну, достаточно, то есть, если бы цена выросла бы тогда, там, ну, 52, мы бы выкрутились вот, ну, буквально на щелчок, да, то есть, то есть, и каждый раз, ну, была надежда, что вот это произойдет завтра, ну, и, соответственно, происходило... Это не происходило. Да, обратная ситуация, каждый день происходила наоборот, какая-то новая, удивительная вещь, прилетала оттуда, откуда вот ты вообще никак не ожидал, что прилетит, и это делалось достаточно злонамеренно, за спиной, и вот, может быть, еще, вот я признавался в одном из эфиров, что было понимание, что ты вырос как фонд в деньгах, но не было понимания, что ты вырос как фонд в количестве людей, и, то есть, если с точки зрения бизнеса, было четко все ясно и понятно, а вот с точки зрения выстраивания взаимоотношений или управления сообществом, комьюнити, ну, для меня, например, в частности, это оказалось чем-то новым, и, ну, то, что мне казалось, что я справлюсь, и, ну, казалось, что это будет достаточно легко, что люди это поймут, услышат, увидят, по факту, оказалось, это не совсем так все легко, да, там, ну, и, соответственно, на тех людей, на которых ты рассчитывал, ну, просто их не оказалось рядом, и, соответственно, ну, как бы, тоже этого не ожидал, говорю, мы к 25 декабрю, слава богу, собрали команду, кризис менеджеров, да, пригласили, и когда уже было четкое понимание, что надо делать, как надо делать, да, ну, и я рад, что мы, ну, в кратчайшие сроки могли, смогли, так скажем, ну, собраться, как команда, ну, мы вот заходили в череду праздников, ну, вот, то есть, к сожалению, зависим от аутсорсеров, от многих каких-то технических других сервисов, которые, ну, в том числе и сам САП, вот, подкинул какую-то, например, бяку, тоже, то есть, прилетело оттуда, откуда, ну, вообще, действительно, не ожидали, и, когда мы уже понимали, что надо делать, началась череда просто праздников, вот, более-менее качественно мы начали, вот, собрались и начали выходить из кризисной ситуации уже только в десятых числах января, и вот то, что на сегодняшний день происходит, ну, опять же, никто не ожидал какие-то события в Алматы, никто не ожидал какие-то события в Украине, да, там, ну, и так далее, и так далее, то есть, постоянно вылазят какие-то форс-мажорные обстоятельства, которые очень сильно влияют на нас, ну, вот, даже, например, в части оплаты каких-то услуг, мы сейчас по свифту не можем, вот, например, там, обязательно нужно оплатить, там, через российскую компанию, и обязательно свифтом, и нам приходится, там, вот, там, придумывать какие-то, прям, вот, третий, четвертый день, какие-то схемы, чтобы, криптовалюты, оплата криптовалютой, ну, тут еще связано с патентным правом, да, к примеру, то есть, мы можем, да, некоторые вещи, мы можем, в принципе, и клиент готов принять оплату криптой, но, к сожалению, пока еще правовой мир, ну, правовая обвязка такая, что у нас очень много своих разработок, ноу-хау, и мы хотим, чтобы эти ноу-хау, ну, на мировом уровне оставались за, ну, за нами, право, и мы заключаем, мы вынуждены заключать договора, именно, ну, в аналоговой форме, именно для того, чтобы сохранить за собой патентное право наших разработок, да, то есть, это тоже очень, ну, такая тонкая, ну, как бы, часть нашей работы, и мы обязательно должны провести, там, оплату, иначе, там, завтра любой Samsung, или любой, там, ну, какая-нибудь крупная корпорация может подать заявку, что мы плагиат, или этот патент принадлежит им, у нас очень много хороших технологических решений, и о которых мы, там, через три года, или через год, или через пять лет, будем прям, вот, с гордостью говорить, восхищаться, и в этом есть четкое, ну, как бы, понимание, да, и мы в этом, ну, скажем, крепко держимся, даже, вот, мы сегодня обсуждали с некоторыми руководителями проектов, что намного легче, там, Ань, давай заплатим вот так, вот так, она говорит, нет, Марат, мы лучше потеряем два дня, но сделаем все правильно, именно с точки зрения правовой обвязки, нам нужно, там, ну, в общем, вопрос стоял, там, инвестирование, там, 350 тысяч долларов, условно, сегодня, и к Новому году возврат, там, 590 тысяч, соответственно, с правовой точки зрения, чтобы это было правильно все сделано, мы решили потерять два дня времени, но сделать это действительно с правовой точки зрения все правильно, и вот, и так, как мы раньше, мы могли себе это позволить, вот, по рукам хлопнули, так скажем, ну, вот, Света, Марат, давай все, договорились, ну, друг друга давно знаем и никогда не обманем, а из-за того, что вот за ноябрь, декабрь, январь, февраль, вокруг нас сложилась такая ситуация, что мы теперь вынуждены каждый шаг делать только под тремя подписями, и это тоже создает какие-то определенные ну, задержки, да, задержки, да, если раньше мы это могли решать за один день, я, ну, я декларирую, да, это, фу, плевый вопрос, сейчас за один день решим, а вот в связи уже с новыми обстоятельствами мы начинаем, ага, здесь лучше это подписать, этот договор сделать, а юрист в отпуске или ковид, или заболел, или еще что-то, и вот постоянно вот какие-то вот были новые обстоятельства, с которыми мы раньше не сталкивались, и мы действительно вынуждены сейчас, вот, пришло осознание того, что мы уже достаточно крупные, и мы должны делать все правильно, и мы, как компания публичного интереса, ну, в связи с сложившейся ситуацией, под такой лупой сейчас, под таким присмотром, ну, многих, скажем, заинтересованных, в кавычках, лиц, ну, в том числе и фискальных, и правоохранительных органов, и они прямо же ждут, чтобы мы им дали хотя бы малейший шанс, чтобы можно было там нас наказать, или, ну, вот, на нас как-то вот немножечко заработать, да, то есть, ну, и не без помощи наших, там, нетерпеливых, там, инвесторов, там, ну, и так далее, и так далее. Так, Марат Амирович, мы ждем субботы вас с дорожной карты, с новой, с проверенной. Мы как инвесторы очень сильно доверяем, верим фонду. Мы не хотим, чтобы самое главное где-то кто-то лукавил, обманывал нас, не договаривал, все четко по делу с конкретным планом. Ребят, только вот это, вот это, вот это нас может сейчас спасти, выручить, и мы полетим в космос. Давайте договоримся, что в субботу вы выступите с конкретным действием, без философии, без аллегории. Вот прям делаем вот так, и все, вариантов у нас других нет, для того, чтобы лететь дальше. Да, Светлана, я все наше интервью старался говорить прямо, без каких-либо примеров и аллегорий, и в субботу, как я уже и говорил, будет подготовлен полный отчет, с планом антикризисных мер. Мы на самом деле любим ваши аллегории, любим философию, но она ложится тогда, когда мы выйдем из всей кризисной ситуации. Мы прямо с вами встретимся, поговорим за столом. Сегодня же не было. Сегодня не было, спасибо большое. Ну как, чуть, может быть, была, но не так, как обычно. Поэтому ждем вас в субботу с конкретными действиями. На самом деле, все-таки, Марат Амирич, большинство инвесторов хотят дальше. Масштаб, масштаб Амир Кэпитал, он вдохновляет. Никому не хочется, чтобы он исчезал. Все хотят, чтобы он только рос, процветал, и понимание, что нужно делать. Да, большое спасибо. И, ну, в свою очередь, я тоже хочу, чтобы вы в субботу пришли, и нас было много-много-много. И я прям постараюсь, вот, без аллегорий. Многие, конечно, говорят, что очень много воды, но здесь я как, вот, ну, чай без воды, ну, просто сухая заварка, она невкусная. И, с одной стороны, я хочу, чтобы было прям понятно, ну, прям каждому. То есть, есть ли, есть ребята, которые прям с полуслова улавливают, да, немножко будьте терпеливыми, потому что есть, ну, неквалифицированные инвесторы, и я заинтересован в том, чтобы, вот прям каждый человек понял, ну, текущую ситуацию, да, там, и, вот, доскональное, ну, скажем, объяснение, не воспринимайте, как воду. Ну, еще раз хочу пожелать, чтобы вы не боялись сделать, прям, ну, озвучить, прям, действительно, жесткие антикризисные меры. Прям вот это сделать. Если надо отрубить что-то, рубите, и поплывем, полетим дальше. Ну, просто уже хочется вырваться, и бежать дальше всем. Да, спасибо большое, Свет, за поддержку и понимание, да, вот, наверное, это очень такие слова, которые, скажем, помогают, вдохновляют, принять какие-то такие меры. Все, большое спасибо. Ценим, любим, уважаем. Я бы даже поцелуючить, Павел Марат Амирович, для вдохновления. Все, мы ждем от вас конкретной карты. Большое спасибо. До встречи. Всего доброго. До свидания. Global Star Club. Возможности безграничны.